Музыка Музыка Я очень часто получаю вопросы от слушателей, зрителей наших концертов и моих концертов в любых точках Земного шара о том, какое значение имеет музыка в воспитании детей, ну и, собственно говоря, как из ребенка воспитать иногда музыканта, а иногда просто человека, который любит музыку. Ну, во-первых, я отвечаю таким родителям, что обучение музыке, безусловно, развивает ребенка очень быстрыми темпами. Есть даже такое понятие в музыкальной терапии, что ребенок развивается, занимаясь музыкой, приблизительно в 3-4 раза быстрее, чем ребенок, который не занимается музыкой, в определенном, конечно, возрасте. Очень часто я слышу от родителей, что, начав заниматься на одном или другом инструменте, этот ребенок проявил негативное отношение к этому конкретному инструменту, в то время как ему нравится другой. И очень часто амбиции родителей в данном случае входят в прямое противоречие с интересами ребенка. Мне кажется, что очень важно привести ребенка на симфонический концерт, дать ребенку послушать и объяснить, какой тембр у скрипки, какой тембр у виланчели, у валторны, у гобоя, у флейты, ну, грубо говоря, у высокозвучащих инструментов или инструментов, которые играют в среднем диапазоне регистры, или у низкого инструмента, у струнного, или у духового, или у ударного инструмента, и дать ребенку выбрать тот инструмент, который ему наиболее подушен. КОНЕЦ Очень часто встречаются ситуации, когда родители решают, что мой ребенок должен заниматься только на скрипке или только на фортепьяно, а ребенку нравится в это время виланчель или валторна, или тромбон, или этот ребенок просто любит ударные инструменты. Мне кажется, что дать возможность ребенку свободы выбора – это очень важная обязанность родителей. Существует правильное мнение, что начинать нужно, скорее всего, с обучения на фортепьяно. Дело в том, что фортепьяно дает возможность учиться на этом инструменте с довольно раннего возраста. То есть где-то в 4,5-5 лет дети уже совершенно спокойно могут обучаться на этом инструменте, поскольку игра на фортепьяно не требует огромных физических затрат, которые могут потребовать духовые инструменты или даже струнные, но просто в силу того, что, к примеру, рука ребенка еще не выросла для занятий на виланчели, или легкие ребенка еще не способны извлекать звук из духового инструмента. Поэтому мы считаем, и я считаю, что занятия на фортепьяно – это то, что родители могут дать ребенку уже с очень раннего возраста. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А потом, по истечении какого-то срока, уже обучившись азам музыки, этот ребенок может и должен выбрать свой любимый инструмент. Иногда ко мне приходят родители и говорят, что мой сын или моя дочь занимаются очень много. И я спрашиваю, сколько? Они говорят, ну, вот полтора часа. Я говорю, в день? Они говорят, нет, ну, в неделю. Конечно, этого количества времени недостаточно. Занятия музыкой не только требуют большого количества времени для углубления, для того, чтобы обучиться определенным моторно-двигательным навыкам на том или ином инструменте. Не только для того, чтобы обучиться координации на том или ином инструменте. Но занятие на инструменте требует много времени, потому что ребенок должен изучить в достаточной степени тот музыкальный материал, который он должен передать звуками на инструменте, на котором он играет. Очень важно в воспитании ребенка обучить этого ребенка пению. И было бы очень хорошо, если бы каждый ребенок мог, имел возможность петь в хоре. Ну, во-первых, голос — это инструмент, который дан нам от природы или от Бога. И с социальной точки зрения это тот инструмент, который в ситуации, когда ребенок поет в хоре, дает возможность этому ребенку взаимодействовать с другими детьми, как в команде. Вот это вот командное чувство, оно очень важно и с точки зрения социального развития ребенка. Ну, а если этот ребенок когда-нибудь решит стать профессиональным музыкантом, ему будет гораздо проще играть в ансамбле или в оркестре и взаимодействовать с другими музыкантами. Очень важно для развития ребенка также дать ему возможность почувствовать музыку с точки зрения танца. Как я уже говорил в одной из наших передач, есть два вида музыки. Есть песня и есть танец. И вот ритмическая составляющая танца очень-очень важна. Когда-то в советское время дети обучались такому предмету, как ритмика. Очень важный предмет, который дает возможность ребенку через движение почувствовать специфику того или другого ритма. Конечно же, основной составляющей обучения ребенка является выбор педагога. Как же, собственно говоря, родители могут помочь ребенку выбрать хорошего, правильного педагога? Ну, бывает часто, что педагог очень хороший, тем не менее, этому конкретному ребенку он не подходит. Может быть, слишком требователен, может быть, более жесткий, чем этот ребенок может выдержать. Возможно, иногда педагог слишком мягкий и недостаточно требователен для того или иного характера этого ребенка. Выбирать педагога лучше всего по результатам, а именно сходить на концерт класса, где студенты этого педагога будут играть, посмотреть, послушать результат, ну а потом, если студенты того или иного педагога понравились, взять пробный урок для своего ребенка. При таком подходе результат будет наиболее эффективным, а также мы можем исключить какую-либо психологическую травму, связанную с обучением музыки. Дорогие друзья, если вы хотите узнать больше о классической музыке, приходите к нам на концерты Красноярского академического симфонического оркестра в Красноярскую филармонию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова